МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 июля, вторник, Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Ксения Терзи. Здравствуйте. В Украине появится 4G. Кабмин одобрил условия внедрения связи нового четвертого поколения. Представляя проект, премьер-министр подчеркнул, для правительства важно, чтобы продажа частот была конкурентной, честной и открытой. Начальная цена стоимости лицензии около 6 миллиардов гривен. Уряд против какой-то колуарщины и не будет поддерживать никаких теневых схем. Поэтому сегодня мы приймем решение про прозорый, честный продаж, подготовку продажу лицензии частот 4G. 4G относят к четвертому поколению мобильной связи, которая характеризуется высокой скоростью передачи данных и повышенным качеством голосовой связи. Фермеры из Шаба приехали в Одессу, чтобы пообщаться с главой одесской полиции о своей земле. Напомню, спор возник в 2005 году. Тогда французский винодел Кристоф Лакарен за два года до распада колхоза арендовал землю через экс-председателя хозяйства. По словам фермеров, предприниматель Кристоф Лакарен безответственно относится к земле. Владельцы Паев утверждают, арендованные участки француз привел в упадок, а за 12 лет не посадил ни одного куста винограда. С началом физических разборок на стол в Белгороднестровскую полицию посыпались десятки заявлений. Расследование не продвигалось, но теперь дело попало под контроль руководства областной полиции, которая вникла в суть конфликта. По словам французского предпринимателя, именно фермера мешает ему спокойно работать и заниматься виноделием. В итоге правоохранители договорились провести переговоры между фермерами и предпринимателем, а сам конфликт пообещали решить в правовом поле. Элитное ДТП с мажорным оттенком. На Одесском фонтане разбилась иномарка «Ауди» с номерами Днепропетровского региона. Ее водитель на большой скорости пытался скрыться от двух экипажей полиции. На 9-й станции погоня завершилась аварией. По предварительной информации, виновник ДТП перед тем, как сесть за руль, употребил наркотики. С места события репортаж Ивана Леонтьева. Необычное ДТП с обычными последствиями на Одесском фонтане. В районе 9-й станции, прямо на повороте, на огромной скорости уходят преследования полиции. Вело-иномарка «Ауди» влетает в отбойник, затем в грузовик. Отбойник треснул пополам. По предварительной информации, виновник ДТП, молодой человек за рулем «Ауди», находился в состоянии сильнейшего наркотического опьянения. Мажорное ДТП для Одессы не новинка. На сей раз отличился молодой человек на «Ауди» последней модели. Я только вышел с машины отсюда, с водой, пять блоков взял, встал туда и сразу туда. Повезло. Очень повезло. Прямо, я родился вообще-то в руках. Не успели, слава богу, рульеты никто не подошел закрывать. Так было бы веселей. Используя табун лошадей под капотом своей иномарки, водитель пытался уйти от погони. И, вероятно, ушел бы, если бы был местным. У авто номера Днепропетровского региона. Незадолго до аварии эту «Ауди» остановили патрульные. Мужчина признался, недавно употребил наркотики, так называемые колеса. А затем дал по газам. Погоня завершилась на девятой станции фонтана. Его остановили за нарушение правил дорожного движения. Дважды. Он по встречке ездил и остановили за переезд в топ-линии. Он остановился, мы с ним общались. Он признался, что он под таблетками. Под наркотиками? Да, да. От него запаха нету. Человек сразу, ну, мы попросили его заглушить автомобиль, и потом человек выехал. Что именно перед прогулкой с ветерком принял виновник ДТП, установит экспертиза. Его действия подпадают под 130-ю статью админкодекса и квалифицируются как управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Но не исключено, что после получения необходимой медицинской помощи виновнику аварии придется ответить еще по целому ряду статей. Иван Леонтьев, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Захват земли. За первое полугодие 2017 года в Одесской области инспекторы обнаружили 143 самовольных строения. Из них 39 в прибрежной зоне. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в Одесской обладминистрации. Причал 218. Громадское объединение Добровольное товариство рыбалок и маторых села Кыржановка. Очень много там обудовано разных объектов, курников, куренев, перебудовы, надбудовы разные. На сегодняшний день установлено особо 17-х людей, которые здействованы в доме, их, известно, набагато больше, понад 200-х. Одного из них уже притянуто до ответственности. При этом механизм сноса таких зданий в регионе не выработан. Когда руководитель инспекции сказал, что я думаю, что очень мало было снесено за время независимости, я думаю, ни одного объекта не было снесено. Как минимум, даже после того, когда существуют все документы по решению судов о сносе, сразу встает вопрос, за чей счет нужно это все сносить. Губернатор считает, что следует продумать и подать изменения к нормативно-правовым актам с целью упрощения этого процесса. Новый дом для переселенцев. Многие общежития в Одесской области, которые находятся в госсобственности, на данный момент пустуют. Об этом заявил глава обл. администрации Максим Степанов. Например, такой комплекс есть в Раздельнянском районе. Он принадлежит Министерству образования. Сейчас его планируют перевести в коммунальную собственность, после чего отдать под нужды переселенцев, проживающих в одесских санаториях. У нас есть проблема с переселенцем. Мы им предложим нормальные условия проживания, куда они смогут переехать. Сделаем дополнительный маршрут, это 30-35 минут от Одессы. Прекрасный нормальный комплекс, приведем его в соответствие. И я уверен, что если провести грамотную инвентаризацию этого всего и затем передать, то мы можем решить большое количество проблем. Митинг обманутых вкладчиков. Несколько десятков пайщиков ЖК «Набережный квартал» пришли под здание областной прокуратуры. Одесситы потребовали взять под контроль дело в отношении застройщиков. Они, по словам митингующих, нарушили условия договора, присвоили деньги вкладчиков и прекратили строительство жилого дома. Участники акции говорят, что проблемы с этой фирмой возникли не только в Одессе. По всей Украине, в Венеции, в Херсоне, в одно и то же время началось строительство. Набережный квартал по всей Украине. Пайщики рассказали, что компания должна была выстроить две секции дома. Первую они почти закончили, но решили соорудить на пять этажей больше, чем было запланировано. Из-за этого город запретил строительство второй части. В итоге квартир нет и деньги не вернули. В других регионах действительно это как-то решается, а вот в Одессе это застопорилось. Поэтому мы хотим, чтобы разобрались в этом деле, почему оно стопорится, почему нас не признают потерпевшими, и почему не делается экспертиза экономическая, строительная. Почему это стопорится и кто в этом виноват? Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. С нами всегда интересно. с нами. Продолжение следует... Продолжение следует...